РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам с 18 стиха 1 главы по 2 стих 2 главы. Давайте послушаем. Слово ба крестное, погибающему ба юродство есть. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа – Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе и Иисусе, Который сделался для нас премудрости от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом!» И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Только что прозвучал один из глубочайших по своему богословскому содержанию отрывков всего Нового Завета. В центре внимания апостола Павла тема подлинной силы. В чем же ее источник? С одной стороны, есть сила, которой обладают сильные мира сего. Как говорит Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе», она основана на чуде, тайне и авторитете. Люди, которые ей обладают, могут каким-то образом активно вмешиваться в ход событий и даже изменять действительность. Такие всегда пользуются уважением у окружающих, ведь они крепко стоят на ногах. Лукавый, искушая Христа на горе, предлагает ему воспользоваться именно этой силой для того, чтобы выполнить свою миссию без страданий и креста. И это, с точки зрения житейской логики, которая всегда ищет более легкий путь, очень разумно. Зачем ввязываться в бой, если можно договориться? Однако Господь прекрасно знает, что подобная сила не обладает проникающим вглубь действием. Ее действие поверхностно. Она может изменить лишь обложку, однако не затрагивает суть происходящего. Поэтому он выбирает иной путь. Это путь креста, путь жертвенной любви. Для многих, как говорит сегодня апостол Павел, это соблазн и безумие. Как и, главное, зачем может страдать всемогущий Бог? Поэтому многие и не могут принять Христа. Разве может защитить от страданий тот, кто сам себя от них не защитил? Однако именно отказываясь от всякого внешнего проявления своего божественного могущества, смиряясь перед обидчиками, умирая на кресте, Господь делает то, чего не смогла бы добиться ни одна армия мира, спускается на самое дно, в самые глубокие подвалы ада, и там наносит дьяволу и смерти сокрушительный удар. Поэтому и говорит апостол, что ничего не хочет знать, кроме как распятого спасителя, который своей смертью победил саму смерть. Подобную силу и власть побеждать смирением и жертвенной любовью Господь передал и всем своим ученикам. Поэтому и слышим сегодня о том, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Пусть и мы бываем незначительны в глазах сильных мира сего, следуя Евангелию, мы можем сделать гораздо больше, чем они, ведь во всяком нашем деле будет чувствоваться рука и сила Божия. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok